Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и сегодня у меня для вас новости на 30е число 4 месяца 2021 года. Последний день апреля мы отмечаем обновлением 30.1, с которым таки добавили первую часть 20-го раунда Теногена. Всего завезли 15 скинов разного типа. Разрабы напоминают, что 30% с продаж перейдет создателям работ. Как обычно, покупать их можно только через клиент варфа в стиме. Занятно, что вчера разрабы сами слили факт выхода Теногена, раньше положенного, объявив об этом в Твиттере. Для консолей скины должны завести в следующем крупном обновлении, потому ожидайте. Также разрабы сообщили, что работают над возможностью получить на консолях эксклюзивные скины коллаборации с Epic Games. Среди других нововведений обновления 30.1 можно отметить уменьшение радиуса самооглушения для Закти Прайм. Также тревоги с дарами Лотос теперь будут отмечаться галочкой, если вы их уже прошли. Еще недавно стало известно, что платина цифрового набора Теногена выдавалась в качестве непередаваемой. Это уже исправили для будущих покупок. Уже полученную платину тоже перевели в купленную. Занятный баг имеется на Иксбоксе. Пропала русская раскладка, что разрабы уже чинят. Напомню, что сегодня в 21.00 по МСК разрабы проведут 154-й дефстрим. Нам уже подтвердили, что личи корпуса там будут. В целом же сначала пройдутся разрабы по текущей обнове, после чего перейдут к обнове грядущей, где будут некие изменения старого контента. Вероятно, речь идет про изменения личи кувы. Что касается делюксов, то покажут только Эмбер, потому ревенанта ждать не стоит. Напоследок у нас есть утечка нового набора брони в стиле некромехов. Называется набор Некро. На голеннике выглядит как-то странно, а плечи очень даже неплохие. Пока что непонятно, как мы сможем это дело получить. Предположу, что продавать это будут либо через Некролойд, либо в магазине за платину. И на этом от меня все. Потому всем всего, всем удачи и всем пока.